Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы хотим познакомить вас с замечательной книгой «Всё о волшебных феях» писательницы Виолы Фиалкиной. Это книга увлекательных рассказов о феях, каких только можно увидеть маленьким любителям волшебства, умеющим слушать и верить в чудеса. А прелестные красочные иллюстрации Соны Адалян унесут вас в чарующий мир сказки, где обитают самые прекрасные создания на свете. Книга отлично подойдет для чтения дошкольникам и школьникам младших классов. С давних времен в самых разных странах родители рассказывали своим детям чудесные истории о сказочных существах, прекрасных феях. Они стараются не показываться людям на глаза и прячутся. Книга Виолы Фиалкиной дарит редкую возможность увидеть фей и познакомиться с ними поближе. Вы узнаете о феях леса, о феях воды и водных цветов, о феях лугов, садов и полей, о феях сёстрах и самых маленьких феях, о феях-волшебницах и зубных феях. Также книга поможет юным любознайкам выучить названия цветов и научиться их различать. Те, кому всё-таки посчастливилось увидеть фей, говорят, что они очень красивые. Это неудивительно, ведь феи любят цветы и ухаживают за ними, а цветы в знак благодарности делятся с феями своей красотой и секретами. Феи похожи на людей, но у них есть крылья, как у бабочек. Они живут в согласии и дружбе с насекомыми, перелетают с одного цветка на другой и пьют нектар. Феи дружат с другими волшебными созданиями, беззаботными эльфами и трудолюбимыми гномами. Феи никогда не сидят без дела. Ранним утром они умываются росой, а затем идут присматривать за прекрасными цветами, деревьями, голубыми озерами и быстрыми реками. Давайте отправимся в гости к феям леса. Вы знаете, почему в лесу такой густой зеленый папоротник? Просто феи папоротника щедро поливают своих питомцев из лейки. Ведь рядом с этими джунглями стоит и домик эльфов, которые целыми днями ткут легкое маховое покрывало для леса. Тут же неподалеку отдыхают и грибные феи. Не спугни их, тогда грибная охота будет удачной. Феи воды и водных цветов живут около прудов, озер и ручьев. В чашечке самой красивой из всех кувшинок или водяных лилий обязательно спряталась фея. Так она играет с лягушкой. Пора познакомиться с феями лугов. С наступлением весны на лугах появляются одуванчики, а вместе с ними и прелестные феи одуванчиков. Когда одуванчики начинают превращаться в пуховые белые шары, феи с удовольствием летают на парашютиках, помогая своим друзьям-эльфам разносить семена. На следующий год из них появятся новые цветы. Феи ромашки помогают эльфам узнать, любят или не любят. Феи клевера беседуют с кузнечиками и слушают их скрипочки. Какая красивая музыка и прекрасный аромат плывет над лугом цветущего клевера. А главные музыканты полей – феи колокольчиков. У феи садов тоже всегда много хлопот. Когда наступает осень, фея Физалиса помогает эльфам зажигать яркие фонарики. Ведь скоро цветочный бал, и поляну нужно как следует осветить. А вот и феи полей. Целые поля подсолнухов, как по команде поворачивают свои желтые головки вслед за солнцем. Знаете почему? У них есть прекрасный тренер – фея подсолнуха, которая следит за их слаженными движениями. У нее есть помощницы бабочки и пчелы. Фея Мака живет в самом красивом цветке в поле, в самой ярко-красной чашечке из лепестков. Жарким днем она любит поспать, ведь аромат Мака усыпляет. Самые маленькие феи ухаживают за самыми маленькими цветами. Они появляются в лесах и садах самыми первыми, лишь только стаит снег. Фее подснежников нужно помочь первым цветкам пробиться через снег и прошлогоднюю осеннюю листву. Фею пролески ты найдешь в лесу, когда деревья еще не зазеленели. Она летает над яркими голубыми коврами из пролески и радуется первым насекомым. Малышка фея Эдельвейса не боится холода. Посмотри на эти цветы. У Эдельвейса опущенные лепестки, как будто они надели белосерые шубки. Зубная фея заботится о том, чтобы у детей росли крепкие здоровые зубы. Когда выпадает молочный зуб, его кладут на ночь под подушку. Ночью появляется зубная фея, она забирает зуб, а на его место кладет маленький подарок. Феи любят природу и стедят, чтобы ей не причиняли вреда. Когда феи видят, как кто-то топчет цветы или ломает ветки деревьев, они огорчаются и сердятся. Если кто-нибудь их прогневит, они могут наслать на своего обидчика злые чары и превратить его, скажем, в жабу. Зато тех, кто бережно относится к природе, феи могут наградить особым талантом. Например, помогут стать хорошим художником или музыкантом. Вот такие феи-волшебницы. Конечно, надо и самому стараться, чтобы все получалось, иначе фея решит, что подарком не дорожат и отнимет его. У феи мелодичные звонкие голоса. Они слагают дивные нежные мелодии. Иногда они взлетают на ветки деревьев и поют вместе с птицами. Прислушайся, может ты различишь в птичем пении голоса феи? Еще феи любят танцевать вместе с цветами. Раз в году они устраивают бал цветов, на который приходит королева феи. Она убирает самый красивый цветок. Королева фей – самая мудрая и старшая среди всех фей. На закате дня она выходит из своих владений в сопровождении своей свиты – эльфов и цветочных фей. И при полной луне они начинают танцевать на водной глади озера под прекрасную музыку. Но с восходом солнца королева эльфов со свитой возвращается обратно в свою страну на Вересковых холмах. Если кто-нибудь случайно увидит шествие фей, ни в коем случае нельзя отправляться за ними следом. Ведь за одну сказочную ночь на земле проходит целых сто лет. Вот почему феи живут так долго и остаются такими прекрасными. Может быть, когда ты гуляешь в саду или лесу, там в странице цветов прыхает фея, про которую читала в книжке еще твоя прабабушка. Так сколько существует на свете волшебных фей? Ровно столько, сколько ты можешь заметить. А это под силу только настоящим любителям волшебных сказок. Попробуйте найти этих феечек на страницах этой книги. Каждый юный читатель может выбрать любимую фею, а заодно выучит название всех цветов. Ведь это не только красивая сказочная история, но и много познавательных фактов, позволяющих запомнить информацию о цветах садов, полей, лесов и лугов. Цветы делятся с феями своими тайнами. Хочешь узнать всех секреты? Может быть, ты тоже станешь феей? Приятного вам прочтения! Субтитры создавал DimaTorzok